Привет всем, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами разберемся, как выполнять задания в Пакеттрейсере. Поехали! Открываем учебник и выбираем нужное нам задание. Это можно сделать несколькими способами. Например, глава, выбираете раздел, выбираете тему и выбираете страницу, на которой находится задание. Или же вы можете нажать указатель курса, список работ в Пакеттрейсер и тут выбрать работу, которая вас интересует. Меня интересует работа 2325, создание основных подключений. Я открываю эту страницу, я скачиваю два файла, файл PDF и файл PKA. Вот они у меня скачались, вот они у меня есть. Я их открываю. Это файл PDF, это файл PKA. Что мы делаем в PDF-файле? В PDF-файле есть инструкция для выполнения работы и здесь есть вот такие вот голубые поля, в которых вы пишете ответы на вопросы, которые есть выше. Ответы на эти вопросы вы можете получать по ходу выполнения задания. Вы можете заполнять PDF-файл параллельно с выполнением задания в Пакеттрейсере, либо же после всего. Так, мы заходим в Пакеттрейсер и у нас выскакивает окошко User Profile. Что это такое? Это окошко, в котором вы пишете имя, email и в Additional Info пишете группу, в которой вы учитесь. Для чего? Для того, чтобы инструктор был уверен в том, что именно вы выполнили задание, так как если кто-то захочет изменить в сохраненном вами файле User Profile, то все настройки будут сброшены. Вот, то есть вы его заполняете, нажимаете ОК, нажимаете Да и приступаете к выполнению задания. У нас есть вот такое вот окошко, в котором у нас прописана инструкция, так же, как и в PDF-файле. И я вам рекомендую ее прочитать, тогда у вас больше шансов сдать работу на 100%. Читайте общее сведение и приступайте к выполнению задания. Обращаю ваше внимание на вот это вот в уголке тут надпись Completion 2 из 88. Что это значит? Что ваша работа выполнена на 2 балла из возможных 88. Сейчас мы посмотрим, что будет по ходу выполнения заданий. Настройте имя узла для коммутатора. Настраиваем имя узла, Command Line. Так, прописываем необходимые команды. Пишем Host Name S1. Нажимаем Enter. Открываем это окошко. Его, кстати, можно закрепить вот тут вот топ, чтобы оно не пропадало. И мы смотрим, у меня уже теперь 3 балла, то есть 1 балл мне дали за то, что я выполнила это задание. Смотрим дальше. Например, поставить надо пароль на консоль. Я пишу Lion Console 0. Пишу Password. И меня просят, внимание, меня просят пароль Cisco поставить. Значит, вы должны ставить пароль Cisco. Нажимаем Enter, пишем Login. Вот. И у меня теперь уже 5 баллов. 5 баллов у меня из 88. Таким образом, вы последовательно выполняете все задания, описанные в данной инструкции. Коллеги, я вроде как выполнила задание, и теперь давайте проверим результаты. Нам нужно открыть вот то окошко с инструкцией и посмотреть. Ага, у меня вот 73 из 88 баллов. Что это значит? Значит, я где-то допустила ошибку. Для этого мы нажимаем кнопку Check Results и Assessment Items. И тут вы видите, у меня везде стоят галочки, а вот на PC1 у меня стоит неверный IP-адрес. Неправильно настроен. Давайте проверим. Закрываем. Открываем PC1. Открываем Configuration. И смотрим IP-адрес и какой он должен быть. У меня написано 198, а должно быть 192. Надо это исправить. Так. Закрываем. И проверяем. 88 из 88. Что это значит? Это значит, что задание выполнено. И теперь вы можете сохранять файл и отправлять его на проверку. Нажимаем сохранить. Также не забудьте заполнить файл PDF. Все вот эти поля должны быть заполнены, так как будет инструктор это все проверять. И если вы что-то пропустите, то работа не будет засчитана. Таким образом вы все это заполняете, отправляете на платформный докат на проверку и ждете свои результаты. Если будут какие-то ошибки, инструктор вам об этом напишет. И вы должны задание исправить и отправить его повторно на проверку. Вот так вот мы с вами разобрались, как выполнять задания. Желаю вам успеха в обучении. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова